Доброе утро, друзья! Я сегодня расскажу о медитации, потому что от вас поступило очень много вопросов на эту тему. Все это в тексте, к сожалению, изобразить и рассказать об этом будет крайне сложно, поэтому проще ответить на ваши вопросы в прямом эфире, послушать новые вопросы, если они у вас накопились и вы их не задали. И таким образом более подробно раскрыть эту тему, чтобы ни у кого не оставалось никаких нюансов, вопросов, потому что медитация – это очень хороший инструмент для работы с собой. Сейчас я подожду, когда вы все присоединитесь, и я тогда начну раскрывать эту тему и отвечать на те вопросы, которые поступили, и с удовольствием отвечу на новые вопросы, которые вы можете написать прямо здесь в чате. «Доброе утро всем! Как меня сегодня слышно? С какого города напишите? Питер? Лейла, доброе утро!» Кто-то даже хочет в диалог вступить. Посмотрю, если время останется, может быть, и пообщаюсь с вами. Ну, я надеюсь, что у вас вопросы, прежде всего, о теме медитации. Так, Севастополь. Классно. Астана. Дубай. Видите, какая широкая география. Слышно отлично. Ростов. Потрясающе. Уфа. Сегодня кто-то из США у нас есть? Интересно. Так, Уфа. Два человека. Доброе утро, Алматы. Так, Камчатка. Здорово. Нижний Новгород. Тюмень. Прекрасно. Казахстан. Так, записывайся с микрофоном, потом послушайте ваши эфиры не в машине, не в компьютере. Я с микрофоном всегда. Это все для этого здесь создано. Очень тихо. Вроде бы громко достаточно, никто не жалуется. Бывают иногда помехи по звуку, но это что-то с сотовой связью происходит. Так, Волгоград, Казахстан. Доброе утро. Вот и Москва проснулась. Так, ага, вопросы пошли, друзья мои. Сейчас тогда вводную лекцию небольшую дам про медитацию, отвечу на стандартные вопросы, потом на ваши детализированные вопросы буду отвечать, чтобы было общее понимание, и может быть многие вопросы у вас отпадут сами собой. Что такое вообще медитация? Медитация это процесс погружения в свой внутренний мир. Когда вы свое внимание от привычного способа мышления, восприятия действительности переключаете на те внутренние процессы, которые есть у вас там. Все медитации условно делятся на два типа. Первый тип. Это медитации так называемые динамические, когда вы в процессе физического движения выполняете определенную практику, либо с состоянием медитации или транса, это одно и то же, возникает у вас спонтанно. Допустим, если вы долго куда-то идете, если кто-то занимается походами или когда-то ходил в походы, либо вы просто прогуливаетесь и где-то в течение часа, вот от такой монотонной ходьбы, у вас возникает некое отрешенное состояние, когда мысли как бы сами собой текут, вы на них даже не фиксируетесь, и у вас становится хорошо. Вот это динамичное медитативное состояние. Оно, все раз говорю, часто у человека возникает спонтанно. Второй вид медитации – это медитации статичные, когда человек наоборот не двигается, замирает, садится, либо ложится и, закрывая глаза, начинает выполнять определенные действия со своими мыслями, со своими чувствами, но в любом случае это процесс концентрации на внутренних процессах. Когда идет отрешенность от привычного способа мышления и окружающей действительности, но при этом человек все равно с ней связан. Это так называемый легкий транс или медитативное состояние, оно является самым эффективным с точки зрения оздоровительного эффекта, с точки зрения роста каких-то новых психологических возможностей. Кстати, если кто-то учил иностранный язык или какой-то там готовился к экзамену, когда вы сосредоточенно думаете об одном предмете, вы немножечко тоже отрешаетесь от каких-то других ситуаций, которые происходят вовне, и у вас такой некий транс возникает, когда вы погружены в этот процесс, вас он захватывает полностью. И вот это состояние очень благотворно влияет на самочувствие физическое, на душевное состояние и является самым лучшим состоянием для оздоровительных практик. Более глубинные моменты погружения, вот это же состояние медитативное тоже можно назвать поверхностным гипнозом, это одно и то же. Вот названия разные, а суть состояния одна и та же. Но гипноз еще там двух уровней бывает, да, я сейчас про них не буду говорить, так вот все, что глубже идет, это не очень эффективно для того, чтобы вы имели, так сказать, оздоровительный эффект. То есть для шоу, когда там гипнотизеров погружают в глубокий гипноз гипнотизируемого человека и таким образом внушают ему какие-то вещи, и человек под властью вот этого внушения начинает делать какие-то вещи. То есть там представляет себя кем-то, или ему внушают что-то такое, что он находится там, не знаю, в космосе, или картошку ему надо копать, или он великий пианист. И, а, да, тему сейчас закреплю. Кстати, давно многие советы были. Так, а что мне не дает напечатать? Непонятно. Так, вот. Почему-то не дает мне написать, не знаю. Тема о медитации, буду повторять тогда. А, нет, вот, все, пошел текст сейчас. Так, сейчас одно напечатаю. Так, опубликовать. Попробуем ее закрепить, если удастся. Оп, все. Теперь кто будет присоединяться, будет понимать, о чем мы здесь говорим. Так вот, когда человек, которому что-то внушили, что-то делает, то на выходе из глубокого гипноза он вообще ничего может не помнить, у него воспоминания стираются, и даже если какие-то позитивные внушения идут, они, как правило, не имеют никакого эффекта. А вот в легком гипнозе или в медитативном состоянии, когда у человека сохраняется контакт с внешней средой, вот в этом состоянии как раз все самое эффективное, все самое хорошее и происходит. Поэтому в медитации бояться нет никакого смысла, потому что они лечебные. Нет смысла делать в медитации человеку, если он не понимает, зачем это надо. Если у него какие-то есть предрассудки, страхи, или он побаивается этого действия, это значит нет настроя, нет мотивации. А заниматься каким-то процессом, если ты на него не настроен, если у тебя нет этого желания, нет никакого смысла, потому что это даст определенные проблемы. То есть вот, допустим, если вы не хотите ездить на мотоцикле и боитесь этого, то, соответственно, сев за роль мотоцикла, скорее всего, вы просто попадете очень быстро в какую-то аварию, либо не сможете даже с места тронуться, или он сразу у вас завалится, потому что вы этого боитесь. А если у вас есть намерение определенное, и вам хочется этого, да, сев за роль мотоцикла, то вы, может быть, с ошибками или не сразу уверены, но тем не менее будете делать определенные действия и постепенно освоите это. С медитацией то же самое. Если вы хотите ее освоить, если у вас есть такой настрой, либо вам кто-то рассказал и вам очень понравилось, то есть смысл начать это практиковать. Если настроя нет, это первое противопоказание, которое должно быть, вернее, оно существует для того, чтобы себе не то, чтобы не навредить, и просто вы не поймете, что это такое, что это вам дает. Поэтому до этого нужно дозрить, то, что называется. Сразу скажу, какие есть еще противопоказания для занятия медитацией. Если вы в психически неуравновешенном состоянии, у вас какие-то галлюцинации, либо у вас стоит какой-то диагноз, то такие практики надо делать только со специалистом, чтобы он оценил ваше психическое состояние и, если надо, применил медитативные техники, либо, наоборот, сказал, что давайте что-нибудь другое, или психотерапией в чистом виде позанимаемся вначале, приведем ее в порядок, а потом подключим медитацию. Либо, наоборот, прописал какую-то медитацию, которая вам будет в данном случае показана. Техник динамичных и статичных медитаций великое множество. И суть-то заключена в том, что, с одной стороны, они все служат тому, чтобы человека оздоровить, то есть создать ему душевный баланс, либо нарастить какой-то новый навык, дать какое-то новое впечатление, которым человек начнет себя осваивать. Поэтому, еще раз говорю, техник, видов очень-очень много. На мой взгляд, медитация изначально должна служить тому, чтобы разгребсти стрессы, которые человек накопил. И когда он этот багаж нейтрализует, то тогда потом можно переходить и решать другую задачу. Это наработка определенных новых психологических навыков, новых возможностей, которые позволяют человеку быть эффективным в той или иной области своей жизни и достигать тех или иных результатов. И таким образом он от блоков, от ограничений переходит в рост. То есть от проблемы переходит к развитию. И таким образом медитация становится инструментом для духовного или личностного роста. Поэтому это очень-очень полезное занятие. Значит, что еще хотел бы сказать. Поскольку, когда человек начинает открываться медитативному потоку, скажем так, у него начинает повышаться уровень энергетики. Потому что, когда он свое внимание приковывает к внутренним процессам, он начинает их осознавать. У него происходит как бы расширение восприятия. И если в человеке есть стресс, сильный стресс, который он игнорировал, либо не осознавал, либо хронический стресс, то очень часто, и многие пишут об этом, возникает состояние, когда хочется заснуть. И человек спит во время медитации, вроде бы контролировал все внимание, потом раз и провалился. И к концу медитации обычно все выпрыгивают. На последней фразе очень часто такое бывает. Это неплохо, нехорошо, это то, что вам в данный момент необходимо. Ваша психика лучше знает, что вам сейчас нужно. Поэтому если вы засыпаетесь, если вы проваливаетесь, то это очень хорошо, потому что вам надо выспаться, вам нужно снять это стрессовое состояние. Потому что медитация – это и работа вашего внимания, в том числе. И если психика загружена стрессом, то в данный момент, как правило, организм даст команду на сон. И это хорошо. Пугаться этого не надо, расстраиваться по этому поводу тем более не надо. Когда вы освоитесь на медитативной практике, когда стресс будет снят, вы потом заметите, что вы перестали проваливаться. И это, значит, вы уже достигли хорошего психоэмоционального баланса. Поэтому если такое возникает, пугаться этого не стоит. Также были интересные вопросы, связанные с тем, что многие заболевают после начала практики медитации. Есть такой эффект. Но это заболевание связано с тем, что идет повышение, с одной стороны, уровня иммун... Вернее, не то, что иммунитет, он и так хороший, но просто энергетика, когда разблокируется, то блоки, которые были спрятаны, они начинают как бы вымываться из тела. И происходит такой некий кризис, при котором либо простудные заболевания у человека возникают, либо обостряются те хронические заболевания, которые у человека есть. Но это не для того, чтобы вы были больными, да, или хроническими. Для того, чтобы, наоборот, стало больше силы. И поэтому через этот кризис идет развитие вашего здоровья, идет развитие вашей личности. И после этого заболевания человек чувствует себя, наоборот, более заряженным. И такое ощущение, что вот эта болезнь, эта некая ломка пошла на пользу. Обычно это может несколько дней быть, там, 2-3. У кого-то 2-3 недели это может быть такое состояние и немного эмоциональной подавленности, и физической ломки одновременно. А бывает, наоборот, настроение очень хорошее, но тело вот так вот ломает, все болит, либо температура поскакивает, там, горло схватывает и так далее. Важно этого просто не бояться, а дать возможность телу саму себя восстанавливать. И это даже плюс к той философии того, что с болезнями не надо бороться. Надо понимать их причины, тогда они быстрее сами будут проходить, и тело быстрее их из себя выбросит. И, соответственно, гармония быстрее и быстрее вернется. Поэтому бояться этого не надо. Нужно спокойно, планомерно, дальше продолжать практиковать, практиковать, практиковать. И таким образом вы будете способствовать более быстрому разрешению этого эмоционального конфликта. И этот кризис быстрее пройдет. Поэтому, если вдруг вы начали практику медитации где-то в течение нескольких дней, после этого вы заболели, пугаться этого не стоит. Это не несет вреда. Это как бы болезнь очищающая, которая, наоборот, будет способствовать тому, что ваша система укрепится. Это как прививку. Дали организму какую-то. И вот он дал некий кризис для того, чтобы укрепить себя и стать еще более здоровым. Цели медитации тоже нужно знать. Это еще раз говорю для тех, кто только присоединился. Первая цель – это снять стресс, то есть вернуть душевное благополучие, вернуть физическое благополучие. И вторая цель – это развитие. Потому что с помощью трансов открывается лучшая интуиция. Вы лучше осознаете себя, и вы начинаете правильно понимать, что вам делать дальше. Либо взращиваете у себя какие-то новые психологические навыки, доселе незнакомые вам. Допустим, освобождаетесь от комплексов, визуализируете, моделируете у себя какое-то будущее состояние, представляете ту цель, которую вы хотите достичь. Это все делает медитация, когда вы ставите задачу развития. Очень часто человек, допустим, хочет каких-то целей достичь с помощью визуализации и делает эту практику через медитативное состояние, не получает эффект, а наоборот получает какую-то проблему. Это говорит о том, что внутри вас есть противоречия, которые начинают наоборот актуализироваться, сильнее вылезать. То есть, когда вы хотите одного, получаете ровно другой результат, посмотрите внутрь себя. Нет ли там спрятанного противоположного убеждения относительно той цели, которую вы хотите достичь. Ну, допустим, если вы ставите себе задачу заработать определенную сумму денег, допустим, миллион долларов вы хотите заработать в течение года, ну, есть у вас такая цель. Вы начинаете это представлять, что вы с этим деньгами будете делать, как это хорошо иметь миллион долларов, свободных денег наличными, допустим. Вы их чувствуете, вот это шуршание купюры и так далее. Но внутри у вас, допустим, есть убеждение того, что вы никто, звать вас никак, или вас недостаточно любят, либо деньги можно только своровать. Вот всякие такие вот предрассудки, которые мешают осуществлять этой темы, то ровным счетом, практикуя медитацию, визуализацию, вы будете усиливать поток энергии через внутренний мир и обнажать вот эти противоречия, которые есть. И таким образом не достигать своей цели, а вдруг получать наоборот. Контракты не складываются, поставщики обманывают, там партнеры, каких вы хотите себя взять, они дают какие-то наоборот, ну, не те ситуации. Это значит знаки о том, что внутри вас есть эти противоречия, внутри вас есть блоки. А блоки могут быть трехуровневые, я тут часто про это говорю, но здесь тоже есть смысл повторить. Это личностные блоки, которые вы сами себе привили, или ваш жизненный опыт вас убедил в этом. Второй уровень – это блоки вашего рождения, когда вас не хотели, когда тяжелые были роды у мамы, либо вы с асфиксией какой-то родились, и тогда у вас к миру отношение не совсем позитивное, оно такое иррациональное, да, вы не чувствуете, что у вас есть какая-то связь, или все со скрипом как-то дается. И третий блоки самый интересный, с моей точки зрения, то, что приходится с этим чаще всего работать, это родовые блоки, когда проблемы передаются по наследству. Если брать тот же момент с деньгами, это если у вас раскулаченные были, у кого-то бизнес 90-е отнимали, ну, там у ваших родителей, допустим, или какие-то были опломбы с этим, то у вас есть в подсознании родовые блоки, о том, что большие деньги дают проблемы. И пока вы эти блоки не осознали и не трансформировали, вы не сможете заработать эти деньги, потому что подсознание будет делать все, чтобы вы этого не достигли, чтобы не повторить еще раз одну и ту же проблему. Поэтому, если вы идете к какой-то цели с помощью медитативной практики, применяя там еще аспект визуализации, нужно понимать, что есть обратная реакция, значит, внутри вас именно есть эта программа, она более глубинная по сравнению с тем, что вы пытаетесь себе внушить, или то, что вы хотите представить. Поэтому этот эффект связан с наличием противоречий. Так, сейчас еще что я так быстренько законспектировал, что вы спрашивали, если кажется, что недостаточно расслабился во время медитации, кто-то там интересовался, тема эфира у медитации. Я же вот написал комментарий и его прикрепил. Ничего страшного этого нет. Дело все в том, что медитация – это не насилие над собой, это не тот способ, когда надо здесь и сейчас прямо иметь стопроцентный результат. Это не спорт. Это процесс, это жизнь, это процесс раскрытия и познания себя. Его надо делать мягко, с любовью, без всякого напряжения. Если сегодня вам кажется, что вы недостаточно расслабились, либо вы отвлекались, либо у вас мысли, вас захватывали куда-то, его носили в сторону от практики. Ничего страшного в этом нет. Как только вы это поняли, надо опять плавненько вернуться в практику и начать делать дальше. Если вы недостаточно расслабились, как вам кажется, значит, завтра вы опять еще раз будете пробовать снова, снова, снова и снова. И таким образом, с каждым разом все лучше, 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 лучше. Либо бывает такое ощущение, что как бы результата вначале нет и длительное время нет. Там месяц вообще ничего не двигается. Потому раз, и какой-то вы почувствуете, что на самом деле все пошло как-то по-другому, лучше, и ярче, и легче. Вот такие эффекты бывают с медитацией. Я слышал много рассказов людей, которые несколько лет занимались практикой, прежде чем у них что-то стало получаться. Вот такие парадоксы бывают, а кому-то сразу это дано, и человек от первой практики видит потрясающий эффект и понимает на самом деле, как будто этой практикой он такое ощущение занимался всю свою жизнь. Поэтому мы все разные, и у нас эти процессы происходят все время по-разному. Валерия, спрашивайте про засыпание. Я это в самом начале рассказывал, но еще вкратце повторил. Если вы засыпаете, это признак хронического стресса, и это лучшее, что сейчас с вами может случиться. Поэтому вам надо выспаться, и если во время практики медитации у вас происходит процесс засыпания, то это самое прекрасное состояние, и нужное для вас. Пугаться этого не стоит. Нужно дальше продолжать практиковать, и через какое-то время вы перестанете засыпать, когда этот стресс полностью нейтрализуется. Если, так, 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 сейчас отвекусь, что еще вы спрашиваете? Если моих предков раскулачили, как это теперь достать из родовой системы? Платинум блонды. Значит, есть в медитации прощения, про которые я тоже часто говорю, она есть в свободном доступе. Достаточно зайти в шапку моего профиля, нажать на все ссылки, которые там есть, и вы найдете там медитации прощения. Заходите туда, и там дана ссылка для скачивания, и вы на электронную почту себе получите. И таким образом, работая с самым вот этим срединным уровнем предковой системы, близким самым к вам, это ваши родители, вы начинаете свои корни прочищать. Это очень важно. И вся та программа негативная, которая была скрыта от вашего познания, от вашего внимания, она актуализируется, и таким образом вы сможете всю родовую боль постепенно прочистить. Начинать надо с родителей. То есть не надо сразу в бабушек, в дедушек и в прапрабрабушек идти, потому что сначала надо вот то, что называется почти на поверхности. Проблемы второго уровня, родительские, проблемы вашего рождения, нейтрализовать, переработать эти эмоции негативные, которые там были. И таким образом потом можно идти глубже, дальше. То есть не надо перескакивать через этот уровень, и как раз медитация прощения эту базу дает. То есть таким образом, занимаясь медитацией прощения, вы как минимум два уровня сразу начинаете прорабатывать. Это свой уровень личностный и уровень ваших родителей, условий вашего рождения, тех эмоций, которые были заложены во время того, когда вас делали родители, во время того, когда ваша мама была вами беременной. И вот этот уровень перинатальный, вот это ощущение от мира, ощущение от своей жизни базисного, вы в данном случае будете перерабатывать. И это очень полезно, потому что все основные проблемы, как правило, заложены на этих двух уровнях. А более глубинные или серьезные, если у человека есть проблемы со здоровьем, либо совсем, когда все не везет, то это надо ввести в родовую систему, работать там. Но начинать надо с двух этих уровней. Некоторые люди работают на уровне своей собственной памяти. Многие психологи, к сожалению, зацикливаются на сугубой истории жизни человека, там, начиная с его детства и по текущему моменту. И отрезают очень существенный пласт информации в перинатальном уровне, в уровне зачатия, и тем более, что родовую систему никто не рассматривает. Хотя есть люди-продвенты, которые на всех трех уровнях одновременно работают, это дает потрясающий эффект. Поэтому помните об этом. И инструмент под названием «Медитация прощения», она очень хорошо позволяет войти в практику медитации, начать разгребать те действительно завалы, которые есть. И таким образом нейтрализуйте то, что вы накопили, то, что вам дано, и приобретите новый опыт гармоничной жизни, гармоничного ощущения, и тогда действительно энергия свободно потечет, и все насчет жизни складывается в естественном уровне. Так, друзья мои, я сейчас прочитаю ваши вопросы. Их уже очень много поступило. Кстати, напоминаю, сегодня последний день, когда можно спокойно зарегистрироваться на курс, который стартует завтра, углубленный курс интуитивного моделирования реальности. Для тех, кто не прошел у меня первый курс, такая возможность тоже есть. Вам просто в записи будут даны два первых эфира, которые прошли в том курсе. Вы их самостоятельно можете изучить, понять, что такое теория. А этот курс – это практически чистая практика. Работа, работа, работа с примерами, с участниками. Случайным образом я буду прямо при вас выводить на экран, кого мы сегодня возьмем, если вы в прямом эфире будете в этот момент. Я вас вызываю в диалог. Надеюсь, что у вас тут должен мобильный телефон нормально работать, и интернет должен быть хороший. Тогда я вас беру. Мы все группы будем работать с вами. И таким образом каждый будет получать практический опыт познания интуиции через восприятие биополя, через восприятие телесной интуиции и умение считывать телесную интуицию. И таким образом телесно-образная интуиция будет развиваться. Вот такая вот техника, которая будет даваться. И это очень полезно. Чем глубже человек себя осознает и понимает, чем он лучше осознает свою интуицию, тем гармоничнее его жизнь, и у него больше энергии, и ему проще даются те или иные задачи, потому что тогда опыт он быстро приобретается. То есть медитация и работа с интуицией дают вот этот потрясающий эффект, когда у вас ускоряется личностное развитие. И тогда проблемы, которые были у вас сегодня, через год покажется, что как будто это было не с вами, и у вас абсолютно круто изменила жизнь. Вот какие эффекты дает восприятие интуиции и ее развитие. Так, онкобольны можно сделать, почему бы нет? Совсем только когда человек тяжелый, там все равно надо сопровождение. А если легкая какая-то стадия, это, конечно, нужно делать, потому что любая онкопатология – это всегда соматизированный стресс. Надо его найти, поработать с ним и так далее. Онкологи, есть психо-онкологи, которые этим занимаются. Классический онколог не будет этим заниматься, он вам подыщет по вашей патологии курс химиотерапии, и вот эту традиционную классическую схему будет применять, или радиооблучшение, или хирургический способ, который вам больше подходит. Но работать с психикой нужно и необходимо. Так, идем дальше, смотрю ваши вопросы. Так, загрузите, пожалуйста, все эфиры на YouTube. Не успеваю за 24 часа посмотреть запись на Instagram. Благодарю. Виктория, все эфиры есть на YouTube уже. Вот этого эфира, естественно, нет, потому что требуется определенное время. Вы зайдите по шапке на мой канал в YouTube. Он тоже в шапке моего профиля есть. Заходите. И там записи всех прямых эфиров есть за все то время, когда я их проводил. Сколько их там, я уже не помню. Может, 50, может, меньше. Не помню, а может, 100. Зайдите, посмотрите, почитайте. Плюс сейчас новые ролики уже готовы. И они постепенно. Два ролика примерно в неделю публикуются. И таким образом я там говорю какой-нибудь теме в районе 5-6-10 минут. Раскрывая этот вопрос, вы тоже можете адресно послушать. Там про интуицию ролик недавно вышел. Ну, смотрите, интересно, это все очень познавательные анонсы. Я тоже вывешиваю в свой инстаграм. И таким образом вы получите доступ к информации тогда, когда вам удобно. 24 часа в сутки, в зависимости от вашего расписания. Так, Наталья, у меня обычно каждую весну обострение хронического тензилита. А в этот раз я болел ровно один день. Не чудо ли? Ну, конечно, чудо. Так, а если не готов сознавать до конца причину? Ну, не осознавайте. Понимаете, жизнь – это ваш выбор. Не хотите осознавать страшно, больно, потому что очень часто проблемы в жизни, они связаны с какой-то эмоциональной болью. И она не логически коррелируется. Она просто есть. Она блокирует вашу энергию. Если вы не готовы внутрь себя смотреть, ну, не смотрите. Дождитесь того момента, когда вы будете готовы, и тогда у вас это получится. То есть, медитация ни в коем случае не требует насилия над собой. Потому что если вы будете себя насиловать, надо медитировать, там надо, вы получите обратный эффект. Так, никакого расслабления не будет, будет только больше стресса. Так, благодарю you. У мужа большие проблемы в общении с родителями. Он с медитацией никогда не контактировал. Могу ли я ему предложить послушать медитацию и прощение? Как его к этому подвести, дать понятие о пользе? Вы можете ему просто порекомендовать, поскольку это ваш муж. А будет он делать или нет, это и его выбор. Насиловать здесь тоже ни в коем случае нельзя. Я медитацию и медитацию прощения в том числе. Так. Ага, смотри, вам там уже отвечают. Так, тема эфира. Так, как интересно. Так, про раскладчение я уже говорил, как достать, это тоже объяснял. Так, при медитации прощения на второй день случился сильный конфликт с мужем. Можно ли считать, что это хорошо? Да, можно. Будут ли отношения в дальнейшем лучше? Надо дождаться. Управление конфликтами – это управление своей реакцией. Потому что частный конфликт – это игра двух актеров. Один напрягается, второй переходит в состояние жертвы. И вот эта драма дальше разыгрывается по одному и тому же сценарию. Потом никто недоволен взаимоотношениями. Как только кто-то из этой цепочки выключается из этого взаимодействия осознанно, переходит на состояние любви, счастья и гармонии. Размыкается цепь, и конфликт либо нейтрализуется сразу и быстро, либо накал его начинает постепенно остывать, 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 остывать. И потом все меньше и меньше этих конфликтов происходит. То есть управление внешними ситуациями – это управление внутренним процессом. Поэтому медитация тоже может обострить взаимоотношения. Такие тоже были некие наблюдения. Те, кто пробовал медитировать, вдруг ухудшается взаимоотношение в семье. Но это временный эффект, потому что скрывается вот этот пласт, который давно спал, который вы прятали от себя, и он уже вам надоел на самом деле. И ваше подсознание хочет от него избавиться. И таким образом идет через обострение социальной напряженности, временной развития вашей личности, открытие вашей энергии. Поэтому пугаться этого не стоит. Через какое-то время пройдет. Так, я не могу время медитации четко представлять образы мамы и папы. А вот Бога прям вижу. Так, и что делать? Вот прям никакого образа представить, кроме Бога, его четко вижу. Но Бог-то у всех разный. У кого-то там старец будет, у кого-то какой-нибудь там знак, мандала, облачко. Там разные интерпретации могут быть. Если тяжело представить какого-то конкретного человека, но вы хотите это сделать, то возьмите фотографию его. И перед практикой сосредоточьтесь на образе этого человека, там на маме или на папе. Вот просто возьмите их общие фотографии. Во время практики представляйте фотографию. Но это же они. И так, таким образом, вам проще будет настроиться на образ. И потом эта проблема уйдет. Это просто навык, который так же формируется, так же развивается. И дела пойдут лучше. Ну и свой образ тоже надо помнить. Подойдите к зеркалу, посмотрите себе в глаза, запомните себя, сфотографируйте, скажите себе, какая я хорошая, я так тебя люблю. И вот это уже прообразство медитации, которую будете делать в практике. Ну и это тоже очень хороший эффект приносит. Если 20 раз себе проговорить вслух, я тебя люблю. Ну, можно не вслух, но если есть возможность, то лучше вслух. На первые несколько дней это будет очень хорошая работа. И вы увидите, у вас состояние изменится, само собой. Так, дальше идем. Чемерово. Недавно проходил курс очный, где были медитации тяжелые физические. Так, там надо сидеть неподвижно. Надо было в очень, в не очень комфортных позах. Нам говорили, что они ощущают сознание. Трактику медитации лучше начинать в комфортных позах. Потому что медитация – это комфорт, это вход в комфорт. Поэтому сидеть, допустим, в позе лотоса, если вы не привыкли это делать, и пытаться медитировать, это не очень эффективное занятие. Вы так формируете напряжение. А здесь нужно, даже если есть какая-то проблема, ну, бывает такое, что тело не позволяет, да, там сесть просто. Вот типа надо, или учитель это говорит. Надо найти промежуточную составляющую, где есть небольшой дискомфорт, ну, и где вы можете находиться. И постепенно, обращая свое внимание даже на ту боль, которая есть, или на тот дискомфорт, он станет меньше сам по себе. Поэтому, когда у нас что-то болит в теле, да, или голова болит, или травму получаем, мы всегда приковываем, как бы наше подсознание приковывает внимание. Такой эффект срабатывает. Либо мы руку кладем на больное место, голова болит, мы тоже можем руки положить. И целитель также лечит, то есть он кладет вам руки на какие-то места, которые у вас болят, и их выравнивает. Поэтому там, где внимание, там исцеление идет, туда идет энергия. Поэтому, если ваша энергия будет направлена на то, что вам совсем плохо, вот просто плохо сидеть, то вы не получите медитативный эффект. Если постепенно вы входите, постепенно раскрываетесь медитации, тогда пойдет разблокировка естественным образом. Поэтому вот так вот, да, с дикой болью, с зубной, допустим, медитировать очень крайне сложно. Можно, если у вас, допустим, был навык, и вы можете осознанно себя вести в трансовое состояние, когда боль вы уменьшите, или совсем ее можете заглушить. И такие тоже возможности у человека есть. Ну, это путем практики достигается. Либо, если вы гипнабельный, то я гипнотизер, можно сделать так, чтобы вы вообще не будете чувствовать боль. Так, это неправильно было? Ну, не совсем верно, я бы так сказал. Я же не знаю структуру вашего курса, с какой целью вы туда шли. Может быть, там как раз была задача больше тела прокачать, нисколько совсем в медитацию войти. Поэтому я не сужу о том, чего я не знаю до конца. И даже если что-то знаю, стараюсь не судить. Потому что не суди, не суди более. Может быть, просто на поверхности вы видите одно, а суть процесса была другой. И вы выдали свое какое-то видение, а на вашем видении я должен еще свое построить. Это будет вообще ошибочно. Да, и чтобы искажение такое в эфир не выдавать, поэтому я судить не буду. Так, верно ли алгоритм про медитации прощения? Берется конкретно обиды, боль, прощувствовать, принять с любовью, как необходимый урок для себя, простить с любовью. Ну, примерно правильно, да? Ну, обида и так, она чувствуется автоматически. То есть, если она есть, то вы начнете это ощущать. И когда вы на сосредотачиваете внимание, то она начинает растворяться. И таким образом дела идут все. Лучше и лучше. Но самое-то главное, задача медитации, прощения, в частности, но и вообще другой, выйти в состояние баланса любви, счастья и радости, которые и так есть у человека. Просто он на него не настроен. В силу разных обстоятельствах, каких-то привычек, обид, стереотипов, штампов и так далее. Человек забывает, что он счастлив. Ему проще быть в стрессе, ему проще быть в несчастье, ему проще болеть. А зачем? Ведь даже через болезнь, все равно принимать ее с любовью, таким образом идет ощущение, разблокировка. Дальше идем. Доброе утро, Артем. С чем может быть связано, что мне страшно далеко отходить от дома, от машины. На прогулке все время оцениваю расстояние, причем при передвижении на машине проблем нет. То есть вы боитесь далее уйти от знакомого пространства, от квартиры или от машины, там, где вы себя чувствуете спокойно. Страх перед родами, чувствуете? Вот если аналогию провести с перинатальным уровнем, то есть страшно родиться. Либо вас не ждали, либо мама думала об аборте, либо какая-то травма была в этом возрасте. Вот это надо изучить и посмотреть. Мне как психотерапевт, тут очевиден сюжет. И если это вылезло когда-то в каком-то возрасте, посмотрите, в каком возрасте. Не в это ли время, не в этом же возрасте ваша мама была беременна вами? И что там было в этот момент в ситуации с семьей? Или в личной жизни, если там семьи не было? Вот это все очень интересно для анализа. Когда вы распакуете этот стресс, потому что как только отходите от чего-то родного и знакомого, возникает опасность жизни. То есть возникает страх того, что мне нечего делать здесь, меня не ждут. Внешняя среда для меня опасна. И вот надо понять, как она в подсознание вам полезла. И тогда пойдет разблокировка. Так, если они знают биологических родителей, как быть медитацией по вращению к ним? Очень просто. Все равно вызывайте образ родителей, вам воображение что-то нарисует. Значит, это будет ваш родитель. Просто поверьте в это. И все. Вот какой-то образ придет. Вот он есть. Ваше подсознание знает об этом. Даже если у вас не было опыта в этой жизни общения, такого фактического, когда вы могли четко понять, что это ваша мама, то это неважно. Ваше подсознание все об этом знает. Доверьтесь ему. И тогда все получится. Так, спасибо за ответ. Пожалуйста. Могли бы в двух словах рассказать о расстановках. Если сравнивать их с медитацией, что эффективнее. Катя, она сейчас смотрит. Метод расстановок – это то, что господин Хеллингер разработал. И там еще ряд авторов. Сейчас немножко там дележ-пилеж в этом плане идет. И на самом деле это все чистая вода и шаманизм. Это, если вы когда-нибудь видели шаманские танцы, когда шаман входит в транс, и вокруг этого присутствует, я не знаю, в ауле все собрались в какой-то деревне, и шаман там делает какой-то ритуал, заставляет других в какой-то танец погружаться или вообще что-то делать. Вот оно, те же самые расстановки. И шаманские практики – это всегда почитание предков, соединение с этой силой предков, или соединение с силой природы, либо и то, и другое вместе. Таким образом, вот они и расстановки взяты оттуда. То же самое можно делать в трансовых техниках, когда ты, допустим, работаешь со своим родом. Те же самые расстановки происходят. Если у тебя потом интуиция раскрывается, ты тоже можешь этот уровень совершенно спокойно открывать. Поэтому я сам непосредственно методом расстановок не работаю, не занимаюсь в таком виде групповой терапией, потому что у меня немножко по-другому это все наработалось с течением жизни. Я не вижу смысла его применять, что мне и так все понятно, и так подсознание раскрывается. Но с точки зрения, допустим, получения дополнительного опыта для вас, если вам этот метод интересен, ну, сходите, попробуйте, посмотрите. Но если говорить о профессиональной подаче расстановок, очень часто в чем проблема с расстановками, когда этот метод используется как одноразовое действие. То есть совершенно чужие люди собираются на расстановках, хотите приходите, хотите не приходите. А метод достаточно серьезный, потому что скрываются глубинные травмы. И вот человека один раз, как через мясорубку пропустили в этой ситуации, что-то он там какой-то инсайт может быть испытал, а может быть нет. Что с этим человеком стало после этого? Помогло это ему? Или наоборот ухудшило состояние? Это никого не волнует. То есть после этого вообще не все заканчивается. Ну, хорошо, если порекомендовали второй раз прийти. Вы обязательно приходите, либо давайте я буду вас контролировать. Но часто этого не делается. И у меня было много клиентов, которые прошли расстановки, но были разочарованы методом, и получили отрицательный эффект. Но не потому что метод плохой, а потому что применение метода, вот такое одноразовое, и скорее как театр напоминает какой-то. Да, купили билеты, пришли, посмотрели на все это дело и ушли. Что с вами дальше? Зачем вам это надо? Ну, смысл, никто себе такой задачи не знает. А если терапевт грамотный, то он этот метод будет применять вкупе какого-то комплексной работы. То есть одних расстановок будет мало, либо их должно быть сразу несколько, и должны быть четкие договоренности по этому. Тогда это будет эффективно. Потому что требуется контроль над ситуацией дальнейшей, если у человека какие-то тем более серьезные проблемы существуют. Поэтому вот как я к ним отношусь в двух словах. Метод хороший, но есть некие оговорки. Как вы относитесь к астрологу? Хорошо отношусь. Есть очень толковые люди, которые действительно, обладая хорошей интуицией и определенными знаниями, действительно могут раскрывать личность человека, подсказывать ему и давать правильный напутствие, на что надо обратить внимание, и где надо быть в чем осторожным и так далее. Поэтому очень хорошо отношусь, что я астрологией сам профессионально не занимаюсь. Так, сняли мои сомнения и переживания. Прекрасно. Какая стоимость сейчас в курсе? Если про интуицию, 5 тысяч рублей это все написано. Там можете найти пост специальный, где написано. Либо в директ прямо мне отправить заявку, чтобы после мне сказать, напишите слово интуиция. Я обратным посланием вам вышлю письмо информационное, где написано, как это можно оплатить. Если у вас нет возможности оплатить Чилибербанк, к примеру, вы не из России, тогда есть PayPal, так и напишите. Дайте мне там контакт PayPal, я тоже это напишу, и таким образом вы можете тоже спокойно платить и принять участие в курсе. Все остальные системы я не применяю, но в принципе PayPal есть у любого человека, кто может выйти в интернет, и который более-менее разбирается с компьютером. Это несложно сделать. Так, ответьте, пожалуйста, если были проблемы при зачатии меня, и вы наши не хотели, то метастопрощение способно помочь. Да, она способна это проработать. Когда вы принимаете маму, такая, какая она есть, со всеми ее какими-то ошибками, и себя принимаете, такая, какая вы есть, вы эту работу по принятию со стороны Вселенной себя проделываете. И если там ваши родители напортачили, что-то вам закинули на подсознание, вы этот блок снимаете таким образом. Потому что любовь, она нейтрализует вообще все. Как говорится, в религии пишется, что Бог и есть любовь, я с этим абсолютно согласен. И когда вы это раскрываете, чувство в себе, вам становится понятно, что такое ваша жизнь, как вы глубоко связаны с теми или иными явлениями своей жизни, и вообще чувство глубинной гармонии возникает. В этом основная задача в извлечении опыта умения любить в этой жизни, который проявляется в разных аспектах. В профессиональном, в семейном, в вежличностном. Очень много нюансов. Там, где любовь имеет огромный смысл, и если вы этот смысл раскрываете, то таким образом восстанавливается гармония, и вы извлекаете неподзимый опыт в своей жизни. Так, можно и на курсе интуиции беременны. Можно. Беременность – это не патологическое состояние, а физиологическое. И все практики интуиции, которые даю я, они все щадящие, они способствуют тому, что мягко с любовью идет раскрытие восприятия. Поэтому таким образом это даже идет на пользу. Пугаться этого не надо. Многие психотерапевты почему-то боятся беременности, как будто сейчас какое-то обострение должно возникнуть. Вот эти предрассудки, которые существуют и в традиционной медицине, и по роду вспоможению, и вообще по жизни, они очень сильно мешают жить. Но на самом деле, даже на многие люди, которые практикуют йогу, и до восьмого месяца на голове иногда стоят, никаких проблем вообще нет. Еще раз говорю, это физиологическое состояние. Если плод хороший, если древность желанная, и хороший генетический набор у вашего ребенка, то там ничего ему не повредит вообще. Ну, кроме аборта, естественно. Поэтому, если вы этим не страдаете, то тогда медитативные практики наоборот будут способствовать тому, что вы хорошо подготовите себя к родам. Есть целое направление, которое называется гипнороды. Есть специалисты, которые этим занимаются, когда женщину готовят, восстанавливают ее психику, подготавливают к нормальным родам. Потому что в социуме сейчас очень много штампов, что от этого умирают, что это больно, что это страшно, что еще. Да, боль, конечно, есть, но если вы ее принимаете, то вы от боли переходите в наслаждение, в транс впадаете в определенный. Так вот, нужно себя к этому подготовить. Если у вас какие-то там абсурдные представления в голове прописались, либо какие-то были родовые страхи передались, если кто-то там плохо когда-то рожал. Но ведь эволюционно, сколько поколений, сколько веков до этого, без всякого обезболивания, без эпидуральной анестезии, все рожали, мы же выжили, и все нормально. Поэтому это естественно для человека. И относиться к беременности как к какой-то патологии, с которой надо усиленно лечить или там все обезопасить везде, ну это полная глупость. Поэтому интуиция, работа с практикой медитации, этому помогает. И более того, если у вас какие-то там есть опасения, либо вы не подготовились к родам, найдите специалиста, который занимается гипнородами, он вам поможет войти в этот процесс, либо найдите еще и акушерку, которая у вас будет принимать труд, или это как долл, сейчас называют, такое еще новое название есть. Поэтому это процесс, требующий подготовки, и медитация только идет в помощь. Так, Лейли Титов, подскажите, пожалуйста, с чем связаны спонтанные, неуклюжие свои действия? Например, задеваю вдруг цветочный горшок, бокал свином, и они разбиваются. Значит, в подсознании есть копировка вот этого состояния, когда оно имеет какое-то значение. Это может быть, Лейла, напоминание вам о чем-то, о каком-то человеке, который так же неуклюже себя вел, но он был очень любим, или наоборот, его связь с ним была потеряна, вроде вот такие вещи, когда есть, вот это с некой неуклюжестью. Либо через эту неуклюжесть вы в детстве, когда у вас это формировалось, это был единственный способ показать, что вы есть у мамы с папой, иначе они на вас вообще внимания не обращали. Это способ получения любви. Надо посмотреть, почему он у вас зафиксировался, с чем он связан, с поведением ваших родителей, либо с какими-то родовыми делами. Вот, собственно, здесь ответы на этот вопрос есть. Так, Альбина Батталова. Есть ли результаты в медитации, когда просто стараешься ни о чем не думать, или лучше идет медитация с голосом? Есть практики медитации, так называемого созерцания. Можно их делать, но как вам объяснить? Все-таки, когда делаешь медитацию с голосом, почему я записал? Просто я передаю свое состояние. Когда вы его слушаете, вы входите в это же состояние гораздо легче. Если практиковать просто наблюдение или наблюдение за дыханием, еще есть такая практика, тоже очень хорошая, от нее тоже возникает транс. Но все-таки не такое совсем уж глубинное и эффективное, нежели, может, тогда, когда вам дали скрипт, вам дали состояние уже, и когда вы его слушаете, вы впадаете в это состояние гораздо лучше. И у вас навык вхождения в транс, он закрепляется, формируется быстрее. А потом можно более тонкие техники использовать, как я уже сказал, наблюдение за чем-то, за дыханием, с разобиением и одновременной визуализацией. Это так, божественному свету переходить. Это такие уже вещи, которые способствуют не только снятии блокировок, но и развитию новых навыков, черты вашей личности. И таким образом формирует, развивает вашу личность. Поэтому, на мой взгляд, все-таки техники, связанные с голосом, когда вы их прослушаете, они гораздо эффективнее, особенно поначалу. Так, как уверенность в себе, маме, во второй, при беременности советовали избавиться от этой беременности? Но вопрос, как мама это восприняла? Советуют, что у нас полстраны могут все, что угодно, но как вы это воспринимаете? Если по телевизору покажут, что все экономики приндец, помните, в 90-е, да и в 2000-е, да и периодически иногда включишь, там начинается, все у нас жуть какая, сейчас все банкротятся, и так, и так, и так, но страна-то до сих пор существует, то есть, никто уже совсем сегодня развалился, поэтому очень много в массовом информационном пространстве всякого идиотского, так сказать, распространяется. Если вы на этом не ведетесь, если вы это не слушаете, то проблем никаких нет. Поэтому не слушайте, сами делайте то, что считаете нужным, и если вдруг ваша мама это не воспринимала, то не надо эту проблему придумывать, а если она под воздействием этом жила, восприняла эту мысль как за свою, тогда это надо проработать. Так, психоонкологи, это интересно, а как со стрессом работать, если у вас в профиле практика думы многим полезны, медитация, прощение. Я объяснял, что основные стрессы человек получает и закладывается основой будущих стрессов в родовой системе, в семье. Если вы эти уровни прорабатываете и любовь к себе восстанавливаете, вы существенны, с вероятностью 99% причин всех ваших психоэмоциональных расстройств уже начинаете прорабатывать, потому что они там все сидят. Не в социуме человек в стрессе получает, в социуме он добавляет ему. То есть в текущей жизни все, что он получил травмы, это уже сверх того, что было когда-то. Многие работают с поверхностными стрессами, с теми, что вы помните. Но если вы начнете глубже смотреть именно в правде, в глаза, то вы вдруг осознаете тот накал детских чувств, который был подавлен внутри вас. И воспринимая эти чувства, раскрывая их для себя, вы очень сильно и хорошо будете работать с собой и подарите себе незабываемые впечатления. И очень-то действительно многие проблемы сами с собой решатся. Так, Виктория, на YouTube нет предыдущего видео, эфир был пару дней назад, спонтанно. Да все есть, я вчера его только выложил, поэтому вы не смотрели. Он выложил. Вчера вечером я его туда забил. Так, 2 апреля леду рожать двойняшек. Это у нас мужем вторая двойняшек. Старшим 11 лет хочу сказать вам спасибо, Артем, медитацию делаю практически каждый день. Можно на через день. Чувствую себя лучше. Я вам желаю удачи, удачных родов. Так, сначала сомневался, можно ли беременна, потом просто решил, что можно и очень довольны. Ну, видите, вот вы, спасибо вам большое, подтверждаете, что беременность это физиологическое состояние, медитировать небезопасно, а наоборот, очень хорошо, что это безопасность дает и подготавливает, наоборот, к родам. Так, Юлия Буландаряев. Можно ли делать медитацию прощения и божественный свет в один день? Можно, или нужно закончить одну, а что-то другое? Я рекомендую для новичков заниматься медитацией и прощением, потому что это подготавливает к глубинному росту, а потом уже можно добавить божественный свет, хотя бы неделю, хотя бы, неделю, а потом добавить другую. Ну, а лучше вообще не торопясь, потому что вся жизнь впереди. Вместе, допустим, с прощением поработать среднего, потом добавить божественный свет, а потом можно чакральную медитацию добавить. Скоро выйдут новые медитации, более углубленные, и те, кто хорошо продвинулся, будет полезно и их скачать, и с ними поработать. Ну, наверное, в течение где-то двух-трех недель они появятся. Я все потом анонсирую. Причем, медитации мои выйдут, и Александр у меня тоже записал четыре медитации, и это будет очень интересно, потому что там они определенные грани жизни будут раскрывать, и если вам вдруг хочется раскрыться в этом аспекте, то можете скачать медитацию, которая этому будет способствовать, и таким образом войти в то состояние, которое вам не входило. Так, Светла Яковлевна, что ли, да? К чему снятся беременные женщины? Сегодня приснилось сразу две, причем я поддержала сначала маму, беременную, 67 лет, потом оказалась в ЛА, Лос-Анджелес, наверное, также поддерживала Светлана Лободу. Она что, беременна? Ну ладно, беременна, это хорошо у вас не всегда, то есть, если вы видите беременных, то это какие-то идеи, причем они могут быть ваши, какие-то события, которые уже вот-вот могут произойти, в каких-то случаях, которые позитивно вспышали неизбежно, поэтому эти знаки приходят, как правило, об этом. Бывает к собственной беременности такие же вещи с нас, поэтому обратите на это внимание. Так, Наталья, доброе утро, а если забыл имя и лицо, а проработать надо, как быть? Чье имя и чье лицо вы забыли? Если родительское, еще раз объясняю. Посмотрите фотографии, если нет фотографии, задайте вопрос по сознанию, она что-то вам выдаст, и работайте с этим образом. Так, нужно ли готовиться к зачатию, как спасибо? Конечно. Лучше осознанно, не спонтанно, но с другой стороны, если вдруг это произошло, а вы не планировали особо, не было таких планов, то примите это с радостью, и тогда будет все прекрасно. Нашел аборт, штука очень нехорошая. Так, сосончик, примите до сокращения, на всех образах не всплывает никакая обида, это я не могу почувствовать, или глубоко сидеть, можно глубоко сидеть. Обиды есть, как правило, у всех. Ну, чуть меньше, чуть больше, нюансы. Знаете, что у родителей получилось неожиданно. Ну, вот, может быть, с этим связано. То есть, вот эта неожиданность, такая спонтанность, когда вас не принято, может быть, за секунду, сомневались даже, а вот оно фиксируется в подсознании и не дает вам себя прочувствовать. Но работайте дальше, и тогда у вас все получится. Так, боюсь, брать соответственность даже за свою жизнь. Но как-то такого просто не может быть. Пошли разные вопросы. Можем 9 лет спим в разных комнатах, он готов заниматься любовью каждый день, а я не хочу. Меня что-то останавливает, он обижается, что делать, как настроиться. Значит, смотрите, во-первых, какие-то проблемы, видимо, со здоровьем есть, раз вы не можете, да, удовлетворить собственного мужчину, который один с вами. То есть, здесь, это, честно, индивидуальный запрос, нам причин может быть очень-очень много. И они, конечно же, индивидуальны, потому что это все ваша уникальная психика. Вот. И, может быть, и физиологически какие-то причины есть, надо к гинекологу сходить посмотреть. Ну, видите, там заболевание подстегивает это нежелание. Так. И ваша супруга очень много полезного для себя. Спасибо. Так. Метеозависимость. Можно решить эту проблему. И бессонница, конечно, сон тоже налаживается. Это не влияет на интуицию. Да, если бухать постоянно и есть магнонность, то интуиция, конечно, будет плохо работать. Это же логично. Поэтому, ешьте то, что хочет ваше тело. Нюхайте пищу, кормите его теми продуктами, которые ему будут хорошо. Вот это грубая такая, примитивная, сказанная основа интуитивного питания. Все очень просто. Дайте организму то, что он хочет. Прочувствуйте это нутром. Так, друзья мои, там вот два человека в эфире, времени, поскольку осталось немного, сейчас я, если вы дождались, из-за страны, сейчас посмотрим, что отвечу на вопрос. Она не может присоединиться, не знаю почему, видимо, не дождался человек. Суриманова Гульнас. Что у вас вопрос. Надеюсь, вы про медитацию спрашиваете. Все у нас эта тема. Так. Страхи могут нас все блокировать. Здравствуйте. Так, куда-то вы у меня зависли. Видимо, куда-то торопитесь. Звук идет, а изображение ваше заторможено. Гульнас. От нити. Ну, видите, не судьба сегодня пообщаться. Так. Доброго торча. Вы верши человек. К какой религии можете себя отнести? Анну Лочко. Я не сомневающийся человек, что Бог существует и что в этом во всем мы родились и проявились. Какой религии? Я мульти религиозный человек, если так можно сказаться. Мне нравятся почти все религии. Я себя чувствую там хорошо. И в буддистских монастырях, и в православных храмах, и в католических соборах. Мне везде хорошо. Особенно, если какой-нибудь намонин такой вот классный собор, или там какой-нибудь батюшка вот такой вот реально верующий. Да, вот приходишь там на какую-нибудь службу попадаешь, и такое удовольствие получаешь от процесса. А бывает не очень процесс, если явно там у батюшки какие-то свои перепосы имеются, он совсем апологит какой-то, ненавидит людей другой религии. Это неправильно, на мой взгляд. Это ограничивает. Самые неприятные сны, где беременность, чувство неизбежности, не пойму, откуда это. Надо изучать, почему именно с этим связано. Запрет народа и всякие вещи. Так, у нас осталось пара минут. Бенджамин Винзенто. Сейчас попробую его взять, если получится. Хотя, может, эфир сейчас закончится, буквально через 2 минуты у нас там час пройдет. Друзья, напоминаю, если хотите на интуицию попасть, сегодня последний день в директор правде интуиции. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Я как раз и отправляла вам вопрос. Вы только что ответили на него про то, что у меня нет близости, точнее она есть, но у меня нет желания к мужу, потому что... А не к мужу есть желание? Сразу вопрос. Не знаю. Нет, наверное. Я работаю... У меня очень много клиентов, мужчин, и вот вообще никто мне не нравится. Просто я пыталась проанализировать. А чем вы занимаетесь? Что еще раз? Чем занимаетесь? Я флорист. Флорист, это цветы делаете, да? Композиции всякие и так далее. Да, да. Так, и? Ну, начали что-то рассказывать и вас перебил. Да, да. Ну, в общем, анализировать просто, я не знаю, может от усталости или это какие-то еще могут быть проблемы. Ну, в плане гинекологии точно нет, мне кажется. Ну, то есть, я же проверяюсь, у меня ребенок, поэтому у меня все в порядке в этом плане. Ну, от мужчины все равно вы испытываете стресс, а не наслаждение. У вас прям поле напряжено. И когда образ мужчины представляешь с вами, вы еще сильнее напрягаетесь. То есть, мужчины потенциально вам несут опасность, у вас оттоков подсознание и ощущение. А с чего оно связано, ну, конечно, так сразу экспромтом не скажу. Надо, ну, как бы, ваше подсознание посильнее изучить. Смотреть, откуда это. Наследственный ли это характер? Может, мама у вас такая была вся. Либо какие-то были болезненные аборты у мамы, допустим, да? И это влияет подсознательно, потому что любой мужчина, он несет с собой угрозу в виде беременности. То есть, на одну вы согласились, кормовая мама добро. Вот это, мне кажется, у меня в голове истидит. Точно. И что там делать? Медитацию прощения делайте, проработайте ее. Если будет недостаточно, тогда надо очных психотерапевтов обратиться, он помог от этого избавиться. Спасибо вам огромное. Спасибо. Удачи, да? Видите, друзья, интуиция дает кучу возможностей. Я просканировал поле человека и сразу понял, зачем страх какой. Мне подсознание само сказало, что это. Я его передал, человек сразу прочувствовал, что это так. И пошла разрядка. Вот так это работает. И вы можете то же самое угадывать, видеть, что вам нужно, да, есть одна ложь, и таким образом сделать свою жизнь более осознанной. Поэтому в этом поможет медитация, и, естественно, в этом поможет раскрытие и изучение собственной интуиции. Поэтому, друзья мои, пожелаю вам хорошего дня для тех, кто еще хочет попасть, если такая возможность есть в течение этих суток. Кто уже зарегистрировался, жду вас завтра в 10.00 на курсе интуиция углубленной, интуитивной моделированной реальности. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok